Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Депутатрическая дума от фракции Согласия Игорь Кузьмук у нас в студии. И как раз это весьма вовремя, поскольку новость последних часов такова, что, видимо, Рижская дума будет распущена решением Сейма и будет назначена внеочередные выборы. Даже уже фигурирует неофициальная, конечно, дата возможных внеочередных выборов. Называется 29 февраля, возможно, и 22 февраля, возможно, 7 марта. Но это принципиально уже ничего не меняет. Видимо, правящая коалиция договорилась о том, чтобы политически неправильную Рижскую думу разогнать. Вы готовы к такому развитию событий, Игорь? И как бы вообще все это прокомментировали? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы в политике, в публичной политике. То есть политик должен быть в тонусе. В этом смысле, конечно, ну что, мы бойцы, сказано биться, будем биться. Но если оценивать, конечно, все, что происходит, честно говоря, это очень похоже, знаете, на какой-то тотальный беспредел, что ли. То есть вот неудобная политическая коалиция собралась в Рижской думе, ее нужно зачистить. Если, как говорят о том, что сегодня во всем виновата мусорная проблема, ну, я не знаю, я вот живу в Имонте, да, то есть в обычной девятиэтажке, и я как, я вижу, что, в общем, мусора не прибавилось вовсе нормальное, абсолютно, как вывозился мусор, так и вывозится, проблем никаких нету. Ну, если формально есть какой-то повод, ну, наверное, тогда, наверное, министр поступает так, как поступает. Мне сразу же навеяло, знаете, как воспоминания об Украине, как там было, да, там, скажем, не хватило двух туров для выборов президента, назначили третий. Третий не прописан в Конституции. Третий не прописан, ну, ничего, один раз можно. Вот здесь, похоже, ну, это похожая очень система, да, то есть вот, ну, как-то, скажем, ну, давайте сделаем выборы, ну, не на год, а на пять, но почему тогда не на десять, или потом, может быть, сразу, как говорится, если будет плохая выборная коалиция, не та, тогда мы еще раз сделаем перевыборы, то есть вот до тех пор, пока не нужная комбинация не появится, да. То есть, если, условно говоря, согласие выступит успешно, сказать, не, не, пять лет и много, давайте в 2021 году опять менять, да, снимем и все, да. Это получается какое-то, ну, полное, я говорю, это время шариковщины, то есть вот хочется и все, вот политическая целесообразность есть, значит, будем, то есть, а законы, а, 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 а. Ну, вот, министр среды регионального развития, господин Пуце, говорит о том, что, вот, вы повторно нарушили закон о вывозе мусора. Ну, знаете, как формально, да, то есть, юристы бодаются между собой, ну, вот так вот, да. Есть основания, нет, да. Вот пусть юристы между собой бодаются, то есть, это очень похожая ситуация, как, скажем, остранен был мэр Ушаков, я сейчас его не адвокат, никто, да, но он был остранен, и, по всей видимости, будет суд, где он выиграет через год-другой, скорее всего. Но только к этому времени, где будет он, и где будет Пуце, и не факт, что министр Пуце… Называется, уже проехали. Да, проехали, ну да, то есть, но государство будет платить компенсации, и так же будет и здесь, то есть, допустим, ну да, уже проедем, уже мы там, скажем, будет соферный новый созыв. А мусор-то в городе вывозится между тем, да? Да, абсолютно, то есть, я живу в обычной девятиэтажке, как оно было, ничего не поменялось, то есть, те же самые фирмы приезжают, все чисто, аккуратно, то есть, ну, никаких проблем, ну, тем не менее, формально, ну, наверное, так. Я бы просто, ну, на месте министра, понимаете, как, отдал бы просто юристам, пускай они этим занимаются, и не спешил бы делать политические заявления, потому что потом государство будет выплачивать все компенсации, все компенсации. Но он же не сам будет из своего кармана платить. Поэтому вот такая ситуация, то есть, к сожалению, мы тут, знаете как, опять подходим к тому вопросу, о котором мы уже говорили, о политической ответственности. То есть, вот какая у нас сегодня в Латвии политическая ответственность, чтобы такие министры принимали такого рода решения? Ну, никакой, да, то есть, получается, а почему так складывается? Почему, на самом деле, у нас можно серьезные вопросы, не знаю, принимать в Сейме, либо даже очень серьезные вопросы с закрытым голосованием, и никто ни за что не отвечает? Наверное, система, сама политическая система не очень у нас пробуксовывает, что там говорить? Наверное, так. Я помню, вот, если вы уже обмовились по поводу нашей политической системы, я помню, что когда вы были у нас в эфире прошлые годы, вы неоднократно выступали за такие радикальные переменные, вот, в избирательной системе, в частности. Да, я так понимаю, что вы по-прежнему так считаете, да, чуть-чуть напомните тогда. Понимаете, как, страна буксует, и это очевидно, но ведь очевидно вполне, что она не развивается. Она бы и хотела бы развиваться, а не получается по этой системе, да, то есть, вот, мы говорим, а сейчас собираются подписи о распуске Сайма. То, что люди собирают подписи о распуске Сайма, это правильно, это действительно народовластие. Придут ли другие люди по этим правилам, которые сейчас есть? Придут ли они другие? Конечно, нет. Несомненно, этот Сайм, несомненно, этот Сайм должен быть распущен, и мы все для этого сделаем. Ну, по большому счету, придут, ну, может, другие какие-то люди придут. Может быть, даже менее подготовленные, хотя менее уже я не знаю, чем эта коалиция, да, но мне кажется, ну, фактически точно, я могу сказать, что по этим правилам, даже по этим правилам, да, такие партии, как, там, Кайменьша партия, такие партии, как, этот, консерваторы, такие партии, как Костово партии, они не придут, они не придут в Сайм. И вот это, скажем, даст возможность как-то ненадолго вздохнуть. Но по большому счету, да, по большому счету, когда у нас в Сайм избирается исключительно по партийным спискам, исключительно, то по большому счету это, ну, собираются компашки людей, которые связаны одной программой, да, и нет никакой альтернативы ни у, скажем, личности. Личность внутри партии вырасти практически не может, потому что там своё руководство. Почти в любой партии так. Там могут быть люди, которые стоят рядышком, которые понимают, как, ну, как, как, насколько горячий кофе любит шеф, вовремя поднесут, да, то есть, но там, если начинается внутренняя, там, скажем, заруба, условно говоря, между собой в партии, то чаще всего побеждает любой шеф. Поэтому теоретически любая личность практически, ну, не может пройти далеко в партии. Крайне редко это случается, если не сложатся звезды. То есть, фактически вы сторонник такого одномандатника. Должна быть альтернатива. И так, и так. То есть, смешанный. Я лично убеждён. Во всяком случае, стоит такое попробовать. Если половина Сайма будет у нас одномандатников, которые будут зависеть от своих людей со своей улицы, откуда они избирались, где его знают в глазах каждый, и где он будет понимать, что, да, сегодня, допустим, я бы мог проголосовать, как мне попросили бы, там, партия какая-то, да, но завтра я этого не сделаю, потому что это против моего персонального избирателя. Я больше не изберусь. Это было бы правильно с точки зрения избирателя. И также это было бы правильно с точки зрения человека, который избирается, который баллотируется. Он молодой человек, допустим, который начинает свою жизнь или уже прошедший какой-то определенный этап. Он сам для себя избирает. Он в команде, он где-то там за локомотивом хочет спрятаться. Или у него достаточно своего, скажем, харизмы, чтобы выступать и делать для своего района больше значительно, чем в партии. Меньше поддаваться на компромисс. Далее, если такая система будет, то, простите, у нас не будет стабильной правящей коалиции, что важно. А нестабильная правящая, то есть у нас не будет 51, ну, предположим, если всего в коалиции 50. То есть в любом случае получится, что будет условная коалиция, предположим, из 30 человек, из 30 человек, избранных по списку. Им надо будет каждый раз договариваться. Каждый раз они будут добирать одномандатников, что важно. А домандатник, он подумает, стоит ли ему поддерживать тот или иной законопроект. Если он один поддержал, не факт, что он поддержит другой, а значит, это постоянно народовластие, постоянно дискуссия в Сейме. Не как сегодня антураж, но сегодня же ведь антураж. Сегодня правящая коалиция села и говорит, мы хотим изменить законы. То есть такие мы изменим, допустим, о выборах в Рижскую думу, например. А вот о выборах, о том законе, где написано, что мы должны повышать пенсии педагогам и медикам. Мы решили это не изменять, давайте изменим это. Вот вычеркнем просто, ну что уже, написали тогда в законе, не подумали толком, давайте изменим. То есть все, оппозиция, ну что можно сказать? Ну да, они могут выступить против, но по большому счету там же ведь не рукопашная, там же силу по кнопкам меряют. Поэтому, к сожалению, я лично считаю, что мы не прогрессируем и прогрессировать не можем. В ближайшей перспективе. Ну вот очевидно вполне, что мы же отстаем от наших соседей, мы практически чуть ли не самая бедная страна Евросоюза, правильно? Ну действительно, это правда. У нас люди уезжают. Почему они уезжают? Почему люди простые на земле не верят в политику? Да потому что они понимают, что ничего не изменишь. Дайте им выбор, дайте попробовать им и так, и так. А вот что произошло на последних выборах? Пришли ярко выраженные популисты, которых мы видели в Думе годом раньше. И они сказали просто, просто обманули, нахально обманули людей, пообещали 500-500-500, всего чего пообещали, пришли и сделали все наоборот. И сейчас люди, которых они обманули, они просто злые. И если на самом деле будет распуск СМА, с удовольствием все распустят, даже если потом придут еще хуже. Ну это значит, говорит о том, что на самом деле эта система людей так достала, и это должен видеть любой человек, который хоть как-то, ну в конце концов в политике должен быть заинтересован, чтобы люди это видели. Хорошо, вот я думаю, меня не поймут, если у вас не спрошу, считаете ли вы, что все-таки вот эта коалиция в Рижской Думе, ну тоже определенные ошибки допускала, раз фактически вы оказались в такой ситуации, уязвимой, я бы сказал, не оправдывая тех, кто хочет сейчас разогнать законно избранную Думу? Ну, послушайте, вот смотрите, мы работаем 10 лет. 10 лет имеется в виду в этом составе, в коалиции. В этом составе, да, в этой коалиции. 10 лет мы как-то работали, правильно же? Несомненно, никто не святой, где-то были ошибки, где-то были, может быть, просчеты, но где-то было очень многое сделано, это тоже правда. Там, не знаю, люди кричали, имеют право, наверное, естественно, у каждого свое мнение о том, что там коррупция сверху донизу и так далее, и тому подобное. Возможно, и была, я лично не видел, но, по крайней мере, сегодня я не вижу ни одного закончившегося дела. Где действительно есть осужденные в нашем созыве. Я не знаю этого. Ну, давайте подождем, посмотрим. То есть, о том, что все плохо, о том, что где-то воруют, у нас всегда так. Вот ты у любого человека на улице остановись, спроси. Правда депутата надо расстрелять? Он однозначно скажет, конечно. Ты, конечно. А кого? А все равно кого? Все равно. Это просто потому, что власть априори – это плохо, те, кто у власти. Отчасти это, кстати, аргумент к тому, чтобы все-таки как-то людей вовлекать в политику, вовлекать, участвовать, не делать людей брошенными после выборов. Ведь так же и получается. После выборов люди брошены. Им пообещали, а дальше и не расцветает. А дальше я начинаю жить сам. Нет. Человек должен постоянно видеть это. Таким образом, это через систему одномандатников очень легко проконтролировать. И когда на самом деле яркие личности будут среди одномандатников, это люди будут понимать. Они будут, как раньше, в какие-то времена, ходили с радио и слушали в наушниках. Да. Вот ваше ощущение, нужно сейчас с согласию идти, если будут неочередные выборы, самостоятельно или все-таки с вашими партнерами? Понимаете как, я тут уже начал, о том, что все-таки у нас было два ярких выраженных лидера. Это правда. Они остаются Ушаков и Америкс. И в принципе команда собиралась так, что есть два ярко выраженных лидера. И мы команда, которая им помогает. Я говорю, я не адвокат Ушакова, но я сам видел прекрасно Нила, как он работает. Я скажу честно, ему интересно, он зажигается, что-то сделать в городе. Ему на самом деле заметно, что он постоянно креативит. А Андрес со своей стороны, он, наверное, опытный человек. Они друг друга уравновешили, мы были им все в помощь. Теперь эти лидеры ушли. И, конечно, ситуация для того, чтобы перегруппироваться, она должна измениться. То есть мы должны были перегруппироваться. Это было непросто, но сегодня мы это сделали. Вот при всем, при том, что было недопонимание. Сейчас коалиция есть. Абсолютно. То есть, да. Скажем, Олег Буров, хороший чиновник, знающий свой предмет. С этим никто не спорит. Несколько уступает в дипломатичности. Ладно. Но даже при этом, при всем сейчас, да, все в порядке. Вот полностью нет никаких оснований. То есть, да. То есть вы не видите основания для ОССР. Абсолютно. А почему же хотят? 32 депутата у нас сегодня ровно столько, сколько было после выборов. То есть, да, может быть, человеческий состав несколько изменился. Нас немножечко потряхивало. Но мы сумели преодолеть все это. И сейчас просто, ну, сейчас находится человек, который говорит, да нет, ничего не преодолели. А тогда зачем это все делали? Потому что, ну, мы-то приходили для того, чтобы реализовать свою программу по социальным вопросам, по всем остальным вопросам. Если нам это сейчас не дадут сделать, ну, ну что? Ну, значит, тогда обратимся к избирателям. Значит, для этого нужно еще раз будет подтвердить свой мандат. Если есть, идем дальше. Если нет, ну, тогда так. Ну, я лично всегда за, за то, чтобы люди сказали свое мнение. Чем чаще, тем лучше. Потому что в этом случае, ну, никто не забронзовеет. Это правильно. Но, ну, действительно ситуация такая, в которую нас вынуждает, вот, ну, загоняет форс-мажор. Ну, значит, будем так работать. Последний год научились. Да, вы говорили о другом процессе. Так вот, интересное совпадение. Правящая коалиция словно хочет отомстить, да, и за вот эту акцию по сбору подписи за распуск Сейма. И теперь, я так понимаю, хочет распустить Рижскую Думу. Вообще верите, что удастся распустить Сейм? По поводу Рижской Думы там простая процедура. Никакой референдум не надо. Правящая коалиция включает машины для голосования в парламенте и вас увольняют. Что касается Сейма, там все сложнее. Вы верите, что удастся распустить этот 13-й Сейм? Ну, там уже больше 40 тысяч подписей собрано, да, за буквально 2 или 3 недели, по-моему. За 3 недели, да. Хорошо идем, что называется, да. И, ну, ладно, там, возможно, на праздники, сейчас праздники пройдут люди, это логично занимаются праздниками, но я думаю, что это вполне плюс. Уж поверьте, мы, скажем, при наших, там, 5 тысячах членов, мы сейчас навалимся, не переживайте. Пусть даже, пусть 99,9, навалимся так, что просто и 200 соберем, и 30 соберем. Поэтому, ну, что поделать. Вы имеете в виду, что согласие поддерживают сбоку? Конечно. Официально партия поддерживает это. Просто сейчас пока еще, скажем так, ну, в ячейки глубоко это сразу не пошло, потому что все-таки сейчас нужно понимать, сейчас и праздник людей нельзя заставлять, да. Время есть, это же год же, правильно же, по закону положено. Поэтому, уж поверьте, навалимся, спустим в ячейки во всех регионах, ой, я боюсь, за 2 недели справимся. Вот просто пусть, не потому что можно поменять систему, в этом случае мы систему не поменяем, мы просто шариковщину эту уберем, потому что это шариковщина. Они знают только, как взять и переделить, они знают только, они действительно понимают, вот нам нужен, не знаю, порт, нам нужен прокурор. То есть, они занимаются исключительно, как переделить, они не занимаются прогрессом страны, им это неинтересно. Руководитель партии, согласие, председатель правления партии, Янис Рубанович, сегодня подтвердил, что, скорее всего, список согласия, если будет неочередный выбор, возглавит Нилушаков, но еще пока нет комментариев от самого Нилушакова. Как вам такой поворот? Ну, вы поддерживаете вообще такой ход? Какой поворот? Нилушаков это яркий политик, во-первых, он и так по закону через год-полтора должен будет занять мэрское кресло, потому что он по суду выиграет, скажем, Пуца вот этот вот иск. Конечно, в этом случае он вряд ли что получится, но по большому счету нормальное движение, потому что я не знаю, конечно, возможно, были какие-то просчеты, но все то, в чем его обвиняют, ну, там, заочно, очно, впрямую, оно не подтверждается, не подтвердится. Вот просто, да, то есть, ну, да, пускай все люди, которые избиратели, пускай они все посмотрят, подождут, что произошло, подтвердилось, не подтвердилось, насколько это были просто сплетни. Я считаю, что абсолютно правильное движение, то есть, если, в конце концов, мы начинали в девятом году вместе, я думаю, что это неплохо, совсем неплохо. Ну, что ж, избиратели будут решать, если действительно дело дойдет до неочевидных выборов в Рижскую думу, а все к этому идет, у нас буквально еще есть около минуты, давайте примем под занавес первой части звонок, потом будет небольшая пауза на рекламу. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Да, пожалуйста. Господин Кузьмук, вот перед вами выступал господин Гростенчик. Вот об этом же речь шла, кто будет? Вот вы, я с вами полностью согласен, что вы говорите одномандатники, так сказать, вот самого деженца, но расскажите, как это сделать? Спасибо. Спасибо большое, да, ну, только через изменение Конституции и других законов, других вариантов нет. Или через референдум. Правящая коалиция позаботилась, чтобы это не произошло. Позаботилась. Я думаю, конечно, нужно получать две трети эксайма и пытаться таким образом большинством как-то это, ну... Изменить. Изменить. Это так, но еще, мы говорим о законных методах, еще незаконные, об этом говорить не будем. Нет, мы будем говорить только о законных методах, а Игорь Кузьмук у нас в студии Депутат Рижской Думы, не переключайтесь. Добрый вечер, еще раз Игорь Кузьмук у нас в студии Депутат Рижской Думы. От согласия многие наши радиослушатели, ну, постоянно, я бы сказал, напомнят, что вы в течение многих лет возглавляете общественную организацию «Пратоспекс», одна из задач, которых вот как раз попытка сплотить общество, интегрировать, если это слово еще уместно, бесплатный курс латышского языка, все это известно. Но вот интересно, на прошлой неделе, я обратил внимание, президент Латвии, выступая на одной из конференций по сплочению общества, у нас теперь вот эти всякие там конференции и дискуссии с завидной регулярностью. Да, фонд интеграции. Ну, вот он, выступая, сказал, что, вы знаете, вот не надо произносить больше слова инородцы, ну, по отношению к русскоязычным, да, надо произносить слово там соотечественники или сограждане, да, лиц пилсов, да. Вот, ну, вроде так на словах все звучит очень красиво, но есть в содержании форма, как говорится, да, то есть форма у нас иногда бывает действительно очень красивая, а когда ты добираешься до содержания, ну, как так слезы наворачиваются. Вот, может быть, об этом. Интеграция или ассимиляция? Другими словами, да. Да. Понимаете, как, опять же, открыто у нас никто не скажет, да, что вот мы строим моноэтническую Латвию, становитесь все латышами, непременно только латышами, и может быть только так или никак. Так открыто никто не скажет, но по большому счету делается именно так. Вы знаете, вот тут все начинается с Конституции, с Атверсма. В Сатверсме записано совершенно конкретно, что касается национальных вопросов, там написано, в принципе, только в двух пунктах можно что-то прочитать на эту тему. В теле Конституции записано, что власть Латвии принадлежит латвийскому, не латышскому, а латвийскому народу. То есть, читай, там, как бы, понятие составляющее многонациональному народу. Преамбулу, которую приняли не так давно, там, пару-тройку лет тому назад, вписали совершенно свежие пункты, где написано, что целью существования Латвии есть существование латышской нации в веках. Другие же нации как-то так хитро завуалированы, ну, в общем, могут быть, в принципе, так примерно написано. Вот и получается, что в одном документе есть две абсолютно противоречащих нормы, и каждый трактует так, как удобно. Зачем это сделано? Наверное, это было сделано осознанно. То есть, вот мы не можем сказать, что мы строим моноэтническую страну, где могут быть только латыши. Хотя, в принципе, мне кажется, это было бы честно. Если бы люди сказали, да, мы строим моноэтническую страну, это наша цель, и мы к этому идем. Тогда было логично, можно было сказать, хорошо, тогда надо, значит, выделять деньги, чтобы построить гетто. Тогда, ну, чтобы всех инородцев, скажем, в гетто спрятать. Наверное, нужно было, там, не знаю, запретить рожать им детей. Да, то есть, это цель, и эту цель постепенно можно исполнять. Ну, что вы, мы же в Европейском Союзе, что вы с тобой говорите? Ну, это другое дело, что мы в Европейском Союзе, и мы многое, что бы хотели бы, не можем себе позволить, открыто. Мы делаем это закрыто, скрыто, мелкими шажочками. Вот постояли на вашей территории немножечко, а теперь мы тут побудем немножечко, а потом мы в вашей квартире будем жить. То есть, ну, это было бы честно. Или все-таки мы есть многонациональная страна, где латышский язык государственный, но на этом преимущества латышей заканчиваются. Все, дальше, да, у нас все должны знать, латышский язык, точка, это не обсуждается. Остальное, простите, мы многонациональная страна по факту. У нас практически 40% людей не латышей. И это никуда не деться. И это будет сегодня так, и будет так всегда, если еще не будет увеличиваться эта пропорция, потому что, к сожалению, коренные латыши в большей степени уезжают на заработки, потому что ситуация экономическая в стране очень трудная. И дальше будет больше. Поэтому я считаю, что все-таки это было специально сделано, размыли понятие, какую страну мы строим, и начался бардак. Вот, например, действительно, 18 ноября праздник, главный праздник страны, День независимости, 101-го годовщина. Вот так складывается уже не первый год. Я хочу праздновать, я праздную где-то в душе этот праздник. И не только в душе, у нас всегда происходят там пленарные заседания торжественные и так далее. Но почему-то я праздную всегда его только до 5 часов вечера. А в 5 часов вечера начинается шествие факельное. И у меня праздник кончается. И не только у меня, я понимаю так, у русскоязычных вообще в принципе. Потому что это очень отвратительное действие. Это совершенно не характерное действие, которое происходит, не характерное Латвии действие, которое в принципе, которому, ну там, может быть, уже 10-15 лет этому движению. Раньше этого не было в главный праздник страны. Раньше это было, ну там, не знаю, когда это все начиналось, там было по 20-50 человек, потом 100. Теперь уже там, не знаю, тысячи выходят. Это очень напоминает Германию 30-х по духу, по смыслу, когда факелы и огонь объединяют в общем порыве нацию. Это что такое? Нет, это хорошо, что там, скажем, латыши вместе. Но простите, у нас страна многонациональная. Мы что хотим, против этой толпы другую толпу, где не место будет латышам? Мы этого добиваемся, там пока еще никто не кинул клич, а ведь могут и кинуть. Молодец у нас бойкая, они могут сами все сделать, в общем-то, не обращаясь к общественным организациям и к партиям. Они действительно 18 лет, там 15-17-18, это полный максимализм, может быть, все что угодно. Мы зачем изнутри сами взрываем свою страну? Да, мы должны праздновать, да, это общий праздник, который нас объединяет, а вот такие шествия просто разъединяют, колют общество. И это считается нормально, когда в главный праздник, и это делает одна партия из десятка, которые более-менее известны. Одна, постоянно. То есть, человек, который присоединяется, мы позволяем благодаря празднику, главному празднику страны, одной партии, себя рекламировать. Ну, это, ну, это, ну, мягко выражаясь, нечестно. А если говорить про то, как это портит настроение с точки зрения перспективы молодежи, это очень неправильно. Очень неправильно. То есть, ну, вот, у меня, к сожалению, то есть, я просто, я так воспитан. Я как только нюхом чувствую где-то, что что-то нацистское, да, я сразу это вижу. И сразу же, может быть, чрезмерно перегибаю в чем-то. Может быть. Но у меня такое мнение, что мы спускаем это, а нацизм ведь зараза. Ему спускать нельзя. Он не может чуть-чуть побыть и потом остановиться. Он обязательно, обязательно разрушит страну до конца. Прим, звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Ну, я все-таки, если позволите, о сборе подписей. Вот я буду рад ошибиться, но я думаю, подписи собраны не будут. Значит, в силу нашей ленности и не особо развитых мозгов, я говорю грубо так, цинично. И вот здесь мне интересно, я, наверное, не один об этом подумал. Вот если это произойдет, не будет ли это сигналом опять для правящих, что можно творить и дальше все, что хочешь. То есть, как с референдумом по языку. То есть, Лендерман что там хотел, непонятно, а получилось строго наоборот. Закрытие русских школ и консолидация русофобов. Вот мне очень интересно, даже больше, может быть, обик ваше мнение, вы же там эксперт по парламентаризму. Если это произойдет, значит, вот как, наверное, этот вариант не только я просчитал, ну, люди же думают, что делают. То есть, как на это будут реагировать правящие? Спасибо большое. Ну, я тоже отвечу, потом Игорь дополнит, я так надеюсь. Нет, ну, на самом деле, мне кажется, что определенный, ну, урок не урок, определенный уже такой сигнал, желтую карточку правящие получили. Мы видим, как они пытаются сейчас умиротворить всех, и медиков в том числе, говорят, ну вот, ну, сейчас, ну, мы, конечно, ошиблись. Вот сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну, то есть, в принципе, они испугались. И даже если, предположим, что 155 тысяч подписей не удастся собрать, удастся собрать меньше, сам факт того, что люди активно все-таки подписываются, я думаю, что правящих должен испугать, потому что мы помним все предыдущие сборы подписей. Хорошо, если удавалось собирать 2 тысячи подписей по разным вопросам. Сейчас уже 42 тысячи подписей собраны. Я думаю, что вряд ли это вот их не испугает, и они будут продолжать еще больше принимать всякие глупостей. Игорь, как вам кажется? А я считаю, что навалимся и соберем. Почему? Потому что безнаказанность развращает. Политики в Латвии, в Сейме безнаказаны всегда. Система ответственности, ее просто не существует. Они не рискуют ничем. И вот лишь только тогда, когда под ними зашаталось кресло мягкое, только тогда они, возможно, что-то начнут делать. Поэтому уверен, нельзя спускать. Ни в коем случае нужно собирать. Нужно обязательно этот САИМ отправить в отставку. Только потому, чтобы просто хотя бы этих... Тех, кто обманули больше всех, чтобы их больше не было в политике. Потому что, да, выигрывают, скорее всего, основательные партии, которые всегда были. Там, скажем, зеленые, националисты. Ну, те основатели, там, скажем, Сасканя наверняка будет, пройдет это 100%. А вот остальные, почти все. Вену-то бы, возможно, тоже, да? А вот остальные под большим... Ну, Вену-то бы все-таки новая единственная премьерская партия. У них ресурс есть. И остальные, вот Кусты-Бапар, Кайминж, там, этот, ЕКП, да? То есть, 99% не будет их. Вот их точно не будет. Уже одно это стоит. Да, возможно, придут другие крикуны. Может быть, даже еще и хуже. Может быть, даже и хуже. Но и это тоже не выход. Они саботируют о развитии страны. Это правда. Да, но, по крайней мере, зато мне кажется, что они очень удачно эксплуатируют всю эту идею руки Москвы. Так что вот мы же в первом части говорили с предыдущим нашим экспертом, который будет кричать. Но мы же понимаем, кто за этим стоит, кто это все организует. Вот буквально на днях состоялся, вчера, точнее, закончился юбилейный саммит НАТО в Лондоне. И там, естественно, про российскую угрозу очень много говорили. И в результате даже принят такой план повышения безопасности Латвии, Литвии, Эстонии, Польши. Так что вот этот, не знаю, миф или эта история об обязательном российском нападении ведь очень эффективна. Это работает. Такое ощущение, что то, что прокачивает в уши людям с утра до вечера, наверное, лет 10 последних, что Путин обязательно завтра нападет, буквально за Зилопа уже в поле танки греют двигатели, это уже 100% будет. Я уже всегда говорю, ну тогда давайте, может, мы сами начнем, если война неизбежна. Ну раз уж так. Но действительно, я не вижу никаких геополитических вызовов для Латвии вообще. Я не понимаю, зачем России сюда теоретически нападать на Латвию. Зачем? Чтобы что? Чтобы контролировать территорию? Зачем? Чтобы кормить нахлебников? Чтобы еще раз строить микрорайоны за свои деньги? Зачем? У России хватает своих вопросов сегодня. То есть она под санкциями, там, не знаю, новые территории. Там достаточно людей своих, социальный вопрос полно. И я не вижу геополитической необходимости. Я могу понять, когда раньше на 100 метров стреляли вот эти карабины. То есть когда нужно было, чтобы контролировать территорию, обязательно, чтобы здесь находились войска. Сегодня Россия, имея Калининград, практически на 80% накрывает Балтийское море. Уже не нужно ничего. Плюс бесконтактно летают ракеты так, как ни у кого не летает. Если что-то понадобится решить, Россия, она это будет делать бесконтактными войсками, а уж точно не танками. И уж тем более не в Латвии, это никому не надо. То есть здесь нет ничего. Но тем не менее это раскачивается, тем не менее пугается, доводится до психоза местное население. В результате чего? Это бюджет обходится сегодня порядка 700 миллионов евро в год. Сегодня, при том, что медикам там сколько не могли найти, копейки, по сравнению с этими суммами. А как Трамп говорит, надо нам уже 4%, то есть надо, чтобы было 4%, а не 2. Это значит, что уже 1,5 миллиарда, а бюджет города Риги миллиард. И мы будем платить за мифическую угрозу, которой нет. Покупать обязательно бэушные танки, потому что они никому не нужны. И плодить металлолом, чтобы что? Чтобы быть удобными. Чтобы, наверное, коалиции, те люди, которые в коалиции сегодня находятся, им это выгодно персонально. Они не отчисляют, наверное, свое нахождение здесь, потом, лет через 10 в этой стране. Наверное, так. Давайте примем еще один звонок. Добавил Вич, ослушаем вас, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я бы хотел сказать более простым. Скажите, пожалуйста, а как вот так получается? Режскую думу избрали... То есть в демократическом обществе главное не президент, не председатель законодательного органа или правительства. Главное – народ. Народ выражает свое мнение в выборах. Вот выбрали Режскую думу. Нравится она кому-то или не нравится, ее выбрал народ. Скажите, пожалуйста, почему для того, чтобы переизбрать Сейм, который тоже избрал народ, надо собрать 154 тысячи подписей? А для того, чтобы ликвидировать или там упростить Режскую думу или какую-то другую, неважно, надо мнение одного министра. И оно хватает. Почему, я понимаю, есть жалобы там, 20 тысяч жителей на ненавидность мусора. Придумали с этим мусором целую свалку. Правительство решило устроить там чего-то такое, хотя как вывозили этот мусор в январе, там, 19-го года, так и сегодня его вывозят. Чего не повинял это? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не надо ли было партии согласия и вам лично подать заявление о том, что если Режская дума распускается, то ни один депутат Режской думы не должен избираться в следующую думу. А следующая дума должна быть абсолютно новой. Вот тогда все задумаются, а есть ли в партиях такое количество людей, которые могут быть в думах, всеми и так далее. Спасибо большое за этот комментарий. Ну, по поводу первой части, видимо, закон специально так сделан, чтобы самоуправление можно было легче распустить, чем парламент. Вот для этого у нас сегодня есть возможность, помимо того, что, скажем, вот так вот просто навалом взяли, могут распустить Режскую думу. У нас для этого сейчас очень удобный момент. У нас есть возможность собрать подписи против Сайма. И это очень удобно, потому что мы сейчас можем показать, насколько мы сильные. Что, во всяком случае, это не пройдет просто так. То есть, если будет, скажем, отправлена в отставку Сайм, мы этим все и покажем. Просто я говорю, что, люди, основная и главная просьба – будьте, пожалуйста, активны. То есть, любое мнение. У вас есть возможность выбрать, не знаю, любых политиков, но в любом случае надо быть обязательно активным. Потому что, ну, сейчас творится беспредел. Они просто делают, что хотят только потому, что есть политическая целесообразность. Персональная для них. И до тех пор, пока, да, такие сегодня законы, для них удобно сделаны. То есть, взяли Режскую думу и уволили. Любую думу можно убрать. До тех пор, пока будет не очень, как только будет удобная коалиция для них, все кончится сразу. Все будет хорошо. То есть, поэтому, ну, да. Я думаю, что тут разговор идет о том, что у правящей коалиции были какие-то, там, скажем, по крайней мере, у ЕКП, насколько я помню, были какие-то визии по поводу правления порта, по поводу приватизации порта, передачи или не передачи. Были разные разговоры, да. А для того, чтобы в порту навести порядок, какой нужен, там, скажем, правительству, да, нужно сделать так, чтобы правящая коалиция в Рижской думе была своя. Может быть, и здесь тоже есть какие-то инструменты, какие-то перспективы, визии, потому что уж более несговорчивая Рижская дума по тем или иным вопросам принципиально, потому что, ребята, мы, нас решание избирали, мы им должны показать свою программу, а не вам, потому что у вас есть интересы, и вы кому-то пообещали, там, не знаю, порт подарить. Это не наша игра. Ну, мне так кажется. Ну, что ж, посмотрим, чем это все закончится. Подводя итоги, можно ли сказать, что, в принципе, мы вот от этой, не знаю, даже парламентской демократии скатываемся куда-то уже в недемократию? Нет, у нас настолько слабая Конституция, настолько слабо разнотрактуемые законы, да, что у нас, если приходят вот с таким нахрапом какие-то новые политики, которые, скажем, менее культурные, но больше, там, скажем, больше нахрапистые, да, то они позволяют продавливать именно слабые, и трактовать слабые законы и слабые Конституции так, как им удобно. И это бы желательно нам поменять постепенно, да, то есть, если бы Конституция говорила вот от сих и до сих, и никак по-другому, ничего бы этого не было. А сегодня можно трактовать как угодно. Вот есть формальный повод у министра Пуца, скажем, в документе не увидеть или увидеть лишнюю запятую. И формальный повод юридически уже есть. А то, что действительно мусор вывозится, все в порядке, ничего не происходит, микрорайоны, как работали, ну, мусор в микрорайонах вывозился и вывозится, и все в порядке, полная чистота в городе, то есть, это да, это никого не интересует. Он увидел, что где-то что-то там можно, ну, формально можно, всегда ведь можно, ну, всегда можно. Человек, ну, на 20 метров правее зебры встал, он уже нарушитель, ну, на переходе. Он уже нарушитель, фактически, но ведь за это же его не штрафуют. Ну, хотя могут. И потом я, еще, если мы говорим в завершении этой темы, я понимаю, что это такой юридический спор, в который мы сейчас скатываемся, но ведь даже если предположить, что какие-то пункты закона вывоза мусора Рижская дума нарушила, даже если предположить, должны быть ведь у этого какие-то последствия. Если бы действительно после этого или вследствие этого мусор бы перестали вывозить, тогда можно было… Конечно, крысы показывали Италию, помните, как показывали, там мусоры, крысы бегают, ну, это понять можно, но действительно… Тогда действительно дума не работает, да. Ну, конечно, ну, надо что-то срочно принимать, ну, какое там арк-расположение, да, по поводу мусора, ну, глупости же это. Такое ощущение, что это беспредел, и его надо обязательно заканчивать. Как-то, вот, вот есть шанс по поводу разобраться с этим Саимом, надо это делать. И поверьте, мы навалимся и это сделаем. Игорь Кузьмук, у нас был в студии депутатической думы от фракции «Согласие». Спасибо. Спасибо.